В прямом эфире. Вот сейчас он идёт. Да, он сейчас идёт уже. И что? Ничего. О, у тебя уже тут куча людей. Слышишь, Максюша? Ещё 10 минут, друзья. Через 10 минут картошка варится. Там тебе уже присылают всякие. Мы ждём. Привет. Ку-ку, на связи. Готовимся. Давай я попробую зайти к тебе, чтобы ты видел, что тебе пишут. Давай. Ой, у меня 3%. Ой, у меня 3%. Готови. Готови. Та-ка. Ну, что ты там? Ну, что ты, как я, 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 я. И я, 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 я. ну что смотри вот я поставлю рядом чтобы ты видел да хорошо вот куда тебе поставить почему изображение не совсем прямо не совсем прямо нет его должен перевернуть чтобы читать не переверни вот так ну хорошо переверни ты сможешь читать я переверну так я и говорю переверни другой стороны почему нет сможешь ухитрись вот эти тебя поймала друзья ответьте слышно видно пишите саундчек да саундчек саундчек ой это тебе еще не напустит буси не ломай миску что может быть наоборот выше если вот так вот сделать это проверка звука гимназистка гимназистка ой мамочки посмотри там тебе нравится картинка нормально все отличная картинка разрази меня гром пожалуйста камеру вертикально поставьте а видишь а видишь просят все таки вот так что ли да видишь может быть камера вертикально ну знаете ли ну знаете вы капризные у меня попались вот что я покажу мало того что в гости приходят приглашают да у нас в гости приходят еще камеры поставят ой сейчас подожди вертикально вертикально сейчас пробуем пробуем она сейчас так упадет слушай а возьми этот самый скотч давай скотч у нас есть скотч еще и вы пендриваетесь точно южанин у тебя шея болит да 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 я понимаю что текст идет вертикально все сейчас сейчас налаживаем все привет привет карпов 70 запись видно это хорошо точно точно я вам сейчас подробно все расскажу про запись что у нас тут есть картошка варится картошка варится да картошки еще нет а вот пишет да нормально и горизонтально ну знаете ли вы определитесь это водочка не вискарь давайте лучше горизонтально теперь пишет знаете что не успели в гости прийти уже капризничаете то вам вертикально то вам горизонтально со штат горизонтально уже наливать наливать можно ну вот подожди вот так или перевернуть все таки вертикально пишет вертикально не слушайте их вот так нормально все ну ты можешь ее у нас есть скотч правда лепить на скотч чтобы не упал на всякий ключ ну давай сейчас да так хорошо вам слушайте давайте пока никого нет пока не все еще собрались пока не собрались мы с вами тихонечко да между собой выпьем аккуратненько никого об этом не рассказывать но рад вас видеть нам будут еще дособираться разные люди а свет нормально да нет сейчас все нормально все светло привет сын иди поздоровайся с людьми ну это прямой давай я тебе не надо скажи привет так ну что я пожалуй грибочками знаете ли грузди хорошо с левой руки контакт не годится так главное сейчас камеру не заклеить будьте у меня здоровенькие ай 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 я груздечко вот так ой ну раз ой подожди я тебя чуть не черного хлеба в загоночку так оп сейчас я тебя заклею скотчем о о о дожди все успели рюмки поднять тут многих волновал вопрос синхронизации выпивать я буду давать четкие команды когда начинать выпивать мы уже начали сразу налево по второй моментально подожди сейчас картошечку принесла нет пить не обязательно прям всю минуту сразу выпивать не обязательно но налить все все вроде все и тебя видно я плохо меня знаете да слышно 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 вот все пишется слышно все прекрасно слышно ну хорошо у нас двухминутная готовность я пойду достану все таки шпаргалку а а да баба моя картошку сейчас принесем но то что ты костровая баба сегодня фу не у не не нет даже фруктики тебе поставить я пришел я пришел сколько да ладно закус мне нужна не знаю который час 8 8 нету какое максимальное количество зрителей будет я не знаю сейчас смотрит 323 человека привет здравствуй здравствуй саша саша респект саша сегодня режиссер это точно 300 плюс у нас пока вот hello hello а мне капусточку передайте пожалуйста да я с удовольствием вам вот прям вот нате угощайте она у меня с клюквой и заправлена вонючим маслицем капусточку надо обязательно чтобы она была чуть-чуть сахарком все-таки да и обязательно ее вонючим маслом заправлять а иначе это не капуста а недоразумение какое-то а груздёчки сметанкой лучше значит экскурсия по столу он в общем такой водочный стол а вот соленый огурчик саша забыли сейчас нам принесут соленый огурчик у нас есть классно квашеная капусточка вот груздёчки соленые и корочка красная ну и хумус да но без хумуса никак да кто не понял тут поймет маша привет тут ходит дочь заправили манючим маслом вот молодцы у маргурица вчера один час был всего причем да да именно так это про капусту да да добрый вечер и вам доброго вечера хумус конечно хумуса как же иначе денис конечно хумус ждем тусу шикарно братцы все это устроено так мой телефон стоит и снимает меня на камеру чтобы вы меня видели а телефон александр супруги мои стоит передо мной чтобы я время от времени мог читать то что вы мне пишите фалафель забыли но слушайте фалафель фалафель и должен быть свежий только что сделаны разогретый фалафель вообще не палать какая-то чушь недоразумение огурчики порезать ну что добрый вечер дорогие мои я собачка тоже приняла участие я рад что вы пришли сегодня к нам на кухню экскурсию по столу я уже провел давайте значит первую овеночку мы с вами выпьем за встречу правильно ну вот мы и встретились хоть так по-другому пока не получается я надеюсь что все-таки скорость получится а пока друзья мои дыхаем будьте здоровы за встречу и огурчиком и вот так закусывайте закусывайте я пока холуса немножко на клебушек так 1 такого и вот этот чесночком с разными трапками культура поедания хумуса может быть еще не очень у нас привита в нашем обществе на нашей одной шестой но если будете все-таки пробовать кто не пробовал покупайте с разными специями особенно хорош чесноком ну ладно попоем с почином с почином и вас ребят с почином приятного аппетита и вам приятного аппетита вы закусывайте там хумус с болгарским перцем тоже хорошо желаю нам отличного вечера санечке привет тебе передает привет у нас сало сало с хумусом это вообще а мы не видели только 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 прости конечно же лепо кричать тебе на эстролейбус привет дождь дождливо этим летом а впрочем стоит ли об этом ведь нет дождь о чем о снах огни и чёрт меня попутал крикнуть привет как жизнь не то чтоб очень главная но в общем знаешь все в порядке без бед Дела отличны, как обычно, А с личным, но вот только с личным привет. Привет, а в дождь все не проходит, А я с утра не по погоде оден. Должно быть я уже прослужен, Да Бог с ним слушает, мне твой нужен совет. В конце концов, мне тела нету, Решишь ли ты, что я с приветом и нет? Но может, черт возьми, нам снова Выходишь здесь, но будь здоров. Минуточку. Половинку. Привет. 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 Ура! И картошечка. Первые песни спели. Вот у нас картошечка подоспела. Так, мечты сбываются. Привет, привет, привет. Привет. Ну, тут сердечки, всякие смайлики. Картошечку возьмешь? Сережа Сафронов, привет тебе тоже. Мистер Бердман. Как же круто. Круто, конечно. А чё ж. О, сейчас положи мне картошечку. О, вот. Спасибо. Капусточку еще положим. Да. Вот так. Вы, друзья мои, не стесняйтесь, там, закусывайте тоже. Закусывайте. Дичь можно руками. Капустинка. Ну, хорошо. Был обычный серый питерский вечер. Я прошел бродить в дурно настроение. То ли я вижу, вдруг идет мне навстречу. То ли девочка, а то ли видение. И как будто мы знакомы с ней, да. То ли чей-то, ну, тогда день рождения. И, по-моему, саму ее так. Лимашей, Сашей, Наташей, как звали ее? Ну, давай сейчас Саша. Саша. Все, сегодня Саша. То ли девочка, а то ли видение. Она прошла, как каравелла, по зеленым волнам, Прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся, посмотреть, не оглянулась ли она, Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Она прошла, как каравелла, по зеленым волнам, Прохладным ливнем после жаркого дня. Давайте вместе. Я оглянулся, посмотреть, не оглянулась ли она, Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Помню, что-то я ей пел про ресницы И на пушка ей шептала три виденья Только вдруг она взлетела, как птица То ли девочка, а то ли виденья Смотрел на небо звездная долга И на завтра был больной от совмеденья Я искал ее там только месток То ли девочка, а то ли виденья Она прошла, как каравелла Поем, поем По зеленым волнам, прохладным минутем После жаркого дня Вы почему не поете? Пойте дайте вместе со мной Вот вы, вы и конкретно С жаркого дня Я оглянулся, посмотри Не оглянулась ли она, чтоб не смотреть Не оглянулся ли я Спервых Она прошла, как каравелла По волнам, прохладным летнем После жаркого дня Я оглянулся, посмотри Не оглянулся ли она, чтоб не смотреть Не оглянулся ли я Супер! И я живу теперь тихо и сладо Но под вечер, обходя заведенье Я ищу в толпе глаза Ее жадна, то ли девочки, а то ли виденья Ты похожа на нее, как сестрица Но, конечно, не она, к сожалению А я пойду домой, пусть мне приснится То ли девочка, а то ли виденья Она прошла, как каравелла По зеленым волнам Прохладным ливнем После жаркого дня Я оглянулся, посмотри Не оглянулась ли она, чтоб посмотреть Не оглянулся ли я Она прошла, как каравелла По волнам Прохладным ливнем После жаркого дня Я оглянулся, посмотри Не оглянулась ли она, чтоб посмотреть Не оглянулся ли я Я оглянулся, посмотри Не оглянулась ли она, чтоб посмотреть Не оглянулся ли я Чтоб посмотреть Не оглянулся ли я Чтоб посмотреть Не оглянулся ли я Ура! Так, Сашуля, отдай мне подставочку для гитары я поем майка тоже у моей подруги ирины день рождения 46 лет поздравьте и плиз дорогая ирина поздравляю тебя с днем рождения 46 это вообще не возраст привет из скрыльков профи но профи куда же в изоляции есть свои плюсы однако давайте искать какие-то плюсы конечно спасибо и вам за браво бурные аплодисменты вот тут просят передать всякие приветы но передает всякие привет ребята только давайте знаете к сожалению заявкам сегодня не будет потому что иначе мы с вами не разойдемся никогда не девушка не хочу где лёня лёня в кабинете смотрит мультик не смотрит мультик казань планируете планировать то мы планируем архангельс привет привет я ем ем как раз ем передайте привет мужу чьему у меня нет мужа вашему могу передать привет муж вот так бешкет с вами я бешкетом этот грусть с буквой д на конце я посвящаю бешкет чудесно ну вы там продолжайте наливайте закусывайте как я ему он не знаком он меня считает чудаком вышел опять сюда стоять всю ночь не спать и ждать под поклопом теплоты смотрю наверх куда ты ты выше нет на смерти высоты дворы пустые звели мосты и лишь коты со мной на ты моя любовь на пятом этаже почти где луна моя любовь конечно спит уже спокойно но сна моя любовь на пятом этаже дом окутан тишиной и только дождь над головой спросит мне пора и мне помочь мама за 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 мне плевать на что ты тут но мне понять бы самому для чего я здесь и почему пришел опять сюда стоять всю ночь и спать молчать и ждать мою любовь на пятом этаже почти где луна моя любовь конечно спит уже спокойно во сна моя любовь на пятом этаже на часах четвертый час фонарм и так но подказ с якоря сниматься в UrSили-Пихай врус спать на мою любовь на пятом этаже остров Моя любовь, конечно, спит уже спокойного сна. Моя любовь на пятом. Это же моя любовь на пятом. Это же моя любовь на пятом. Тут спрашивали, как собаку зовут Буся. Леня, там на заднем плане скакал, я не знаю. А спрашивают, как к коронавирусу относишься. Благодарны к коронавирусу, что такой вечер. Там не было вчера, не было завтра, только синее небо. Зелень травы и никакой тепелье. Ни государство, только солнце дрожит на поверхность. И мамы не вы, мамы не вы, мамы не вы. На проспекте Акуховской обороны. Где всегда только правые повороты, Где река не зашита в гранитный ящик. Там я жил семилетний и настоящий. Там в проспекте Акуховской обороны. Там весны были флотские макароны. И дорога из школы бежала к тому через горы овраги. И море ломы, и там не было вчера. И не было завтра только синее небо. Зелень травы и никакой тепелье лиги. Ни государство, только солнце дрожит на поверхность. И мамы не вы, мамы не вы, мамы не вы. На проспекте Акуховской обороны. Как-то раз из ракатки я сбил ворону, А потом винтовал ей крыло в подвале. Только сердце своё заречил. И твари на проспекте Акуховской обороны. Наш отряд на войне не считал контронный. Сколько раз я томился в плену. У фрица без меня спали пал, Чтобы вновь родиться. Там не было вчера. Не было завтра только синее небо. Зелень травы и никакой тепелье лиги. Ни государство, только солнце дрожит на поверхность. И мамы не вы, мамы не вы, мамы не вы. На проспекте Акуховской обороны, Где побеги веков. Я не посторонний, где река не зашита. В гранитный ящик я всегда семилетний. И настоящий, когда мне придётся Оставить точку на минуту всего я. Возьму отсрочку заложить на прощание. Велаж мудрёный над проспектом Акуховской обороны. Не было вчера и не было завтра. Только синее небо. Зелень травы и никакой теперь религии. Ни государство, только солнце дрожит на поверхность. И мамы не вы. Время водки. Время кушать. Время водки и закуски. Очень душевно. А как пространился Максим Леонидов? Какая была ваша первая песня? Спойте, пожалуйста. Ну, друзья мои. Я же сказал, по заявкам не получится сегодня. Моё детство там проходило. На Акуховской обороне. Ну, видите, как здорово. Я тоже Леонид. Я вообще Максим. Ребята, не путайте меня с Леонидом. Леонид это мой сын, а я Максим. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Что-то тут такое. Очень быстро бегут сообщения. Я даже не успеваю их все прочесть. Пьём коньячок. Ну и молодцы. Как же с вами хорошо. А мне с вами хорошо. Вот за это хорошо мы с вами и выпьем. Так. Подняли все рюмочки. Посмотрели друг на дружку. Увидели друг дружку. В этом есть же какие-то плюсы, правда? В том, что мы наконец-то никуда не должны бежать. Ну, давайте постараемся эти плюсы как-то использовать. Давайте побудем друг с другом. Вот. Я вот за вас сейчас выпью, а вы за меня. И друг за друга выпьете. Давайте любите друг дружку. У вас сейчас время есть, так что размножайтесь там. Вот. Будьте здоровы. И хумусы черпанем. Щедро. 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 И корочку тоже не забываем. Любим, любим. Мятный чай за вас пью. Спасибо большое. За ваше здоровье и за наше общее здоровье. Да. Хорошо же. Конечно, хорошо. Ела. Пишут, что хорошо. Но за Леонидова. И за Леонидова в том числе. Что там так низко пролетело? Да, слушайте. У нас тут время от времени летают самолеты. Не сейчас, не во время этой самой пандемии. А вообще время от времени у нас в поселке летают самолеты. Есть там? Есть. Салфетки есть, да. Видите, я аж взмок. Ой, ой. Взмок весь от творчества. Вы скажете от водки. Нет. От таланту. От лютой ненависти к коронавирусу. От ненависти. Какую? Эту? Ну вот. А вот эта вот песенка про проспект Абуховская оборона, она же была про мое детство. Ну как бы про детство. Ну то есть мое детство там прошло на проспекте Абуховская оборона. Кто не из Питера, расскажу. Это такое... Сейчас практически центр, но когда я там жил в возрасте 7 лет, это была окраина почти. И там Нева, она не одета в гранит. Она такая вот как есть, просто такая речка, знаете. Вот. А сейчас я спою про другую речку. Я в пионерском лагере отдыхал в Сестрорецке. И там как раз вот речка Сестра. Так что я написал песню, правда не один. Я ее написал вместе с Петровым Ильичем Чайковским. Там, где более талантливая часть, там его музыка. Вот. Слова там непростые, могу забыть. Надоела Мишура, сестра, убежим, моя сестра. От жары и от хандры к берегам реки сестры. Эй, электричка в поздний час. В Сестрорец доставит нас. Мы с тобой у костра. А внизу бежит сестра. Она пишет и равна ту, что принимает наши розы, наши грезы, нашу радость, наши слезы, наши маски, наши позы, наши планы и прогнозы, нашу правду и обману. Уносит этот мусор, будто перу сбива прямо к Финскому заливу, а потом неторопливо и лениво и гриво прямо в северное море. Оттуда в океан над рекой бежит волна, над рекой блестит луна. И на отмеле увяз чем-то брошенный баркас. Мы с тобой в ночной тишине, для начала согрешим. А проснутся петухи, речки споем все грехи. Она пишет и равна ту, что принимает наши розы, наши грезы, нашу радость, наши слезы, наши маски, наши позы, наши планы и прогнозы, наши планы и обману. Уносит этот мусор, будто перу сбива прямо к Финскому заливу, потом неторопливо и лениво и гриво прямо в северное море. Оттуда в океан, а когда настанет день, мы с тобою ляжем в тень под петровские дубки. Я прочту тебе стихи про разлуку и метель, про любовь и про капель, про осеннюю хатру, да про речку, про сестру. Она пишет и равна ту, что принимает наши розы, наши грезы, нашу радость, наши слезы, наши маски, наши позы, наши планы и прогнозы, нашу правду и обману. Уносит этот мусор, будто перу сбива прямо к Финскому заливу, потом неторопливо и лениво и гриво прямо в северное море. Оттуда в океан, она пишет и равна ту, что принимает наши розы, наши грезы, нашу радость, наши слезы, наши маски, наши позы, наши планы и прогнозы, нашу правду и обману. Уносит этот мусор, будто перу сбива прямо в Финскому заливу, потом неторопливо и лениво и гриво прямо в северное море. такой челлендж выпиваешь 250 грамм водки а потом пробуешь спеть песню про сестру спасибо большое спасибо за ваше право илона спасибо как вам последний альбом пола маккарте интересно ваше мнение ну к сожалению прошло то время когда мы ждали появления каких-то альбомов как альбомов в основном все таки мы уже слышим синглы и какие-то в рекламной кампании появляются раньше времени песни поэтому такого события как выход альбома к сожалению больше нет как собственно нет и самих альбомов поэтому чего это обсуждать пол маккартня гений следующая песня которую я спою я ее на концертах редко пою но иногда пою она называется радиолюбитель я радиолюбитель на моем чердаке я сижу по вечерам сигаретой в руке и при помощи транзистора и сложных антенн я один ловлю в эфире то что послано все и в этом нет моей заслуги и нет вины но голоса только мне слышны я слышу не пугайся на веток и не беги от холы скажи ищу убежище у господа рассвет от женщин дующих на узлы я бы бросил это дело мне бы лучше пивка а потом по телевизору тянется эскад но словно кто-то встал на страж за моею спиной и я опять в ночной эфир бросаю свой позывной через треск и шумы сквозь ддт и петлов я ясно слышу звук других голосов я слышу что написано спе и не жди похвалы скажи ищу убежище у господа рассвет от женщин дующих на узлы за что мне это исключение я и сам не пойму я принимаю то что послан не мне одному но на доступной чистоте в диапазоне эфир я расскажу обо всем я передам это все я включаю микрофон на самой чистой волне и говорю вернее кто-то говорит во мне разрядим пистолеты и накроем столы ищу убежище у господа рассвет от женщин дующих на узлы так что нам пишут регина я тут толику привет ну слава тебе господи регина он тут толику привет ау 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 доброго вечера с приветом из испании слушайте как вы там в испании держитесь там спасибо андрюша носков прислал мне смайлик с сердечками спасибо тебе любезный мэри поначерная аплодирует мне секретомания рубин бобин дорогие мои как вас много шестьсот двадцать человек уже это такой в общем приличный концертный зал у нас собрался ну давайте так тост давайте тосты мне пишите как вам кавер пушного на алису смешно давайте так каждый вечер душевно ну где тосты вот тосты рощина вас слушает это не тост я тебе картошку хочу украсть бери картошку у меня чтобы все это хороший тост за здоровье и искусство чудесно за искусство за скорейшее общение вживую за нас и за секрет за дружбу за питер чтобы все были здоровы так давайте все все будем здоровы за ленинградское время за алису привет из тель-авива тост фак ковид 19 хороший пока не 19 за любовь за хороший вкус давайте выпьем за ваше здоровье давайте выпьем за здоровье ну за здоровье это правильный тост мы уже сегодня пили но вот и за искусство еще тоже хороший тост за искусство которое помогает нам вообще каждую минуту быть здоровыми и еще мне очень понравилось за скорейшее общение вживую за детей чудесные тосты да все будьте здоровы да вот эта песенка которая еще спою она такая грустная про любовь на стежке игоря григорева называется она он ушел на восток он пройти хотел целый мир совершит много славных дел он оставил ей фотографию с парой строчек а она разобрав но и 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 Да-да-да-да-да... А когда от последнего к ней письма Пролетела зима, и ещё зима, И её глаза прожигали почтовые вещи. И казалось, мрак небосвод задмил почему-то, Не перевернулся мир от того, что был, По-видимому, ненастоящим. Он ушёл на восток, он пройти хотел целый мир, Совершит много славных дел, Он оставил ей фотографию с парой строчек. А она, разобрав в доме честь стены, И двери сделала западной стороны, Чтоб дорога в дом была для него ключ. Отпустив табун на гнездого коня, В небе месяц молодой, а в полях горчий, А он глядит куда-то мимо меня, Наливает по одной, и опять молчит. В этом месте надо налить по одной. Опять молчит. Да, так вот, когда-то в времена нашей молодости На всяких разных музыкантских пьянках Был такой тост, не знаю, кто его придумал, Кажется, Макаревич, хотя, может быть, я ошибаюсь. Звучал он так. За малые формы большого искусства, Которые, хотим мы этого или нет, Призваны изменить мерку лучшего. Чудесный, по-моему, тост. Будьте здоровы. Грибочком. Пока жюю, почитаю. Что пишет. Максим, освещает очень душевную. За то, что я в прямом эфире. Максим, не уезжай больше в Израиль, ты нужен здесь. Я из Израиля так могу. Так за Макаревича жжж. Ну и за него. Будьте здоровы. Чудесный тост. А мы еще про коня сейчас не закончили. Хорошо? Отпустив табу на коней нового коня, В небе месяц молодой от поля горчи, А он глядит куда-то мимо меня, Наливает по одной и опять молчит. Ему говорят, что закончен бой, И пора вести учет, Не сбывшимся с нами. Ему говорят, что пора домой, Дома послуха уже весна там. Где вдоль речи шумит камыш, Белокурые девицы идут на круг, Про какие буги-буги ты все твердишь, Про какие острова оглянись вокруг. Отпустив табу на гнидово коня, В небе месяц молодой от поля горчи, А он глядит куда-то мимо меня, Наливает по одной и опять молчит. Ему говорят, возвращайся в строй, Не выпячивай живот в антинний ремень. Ему говорят, но хватит пить, родной. Ну сколько можно делать из ночи тень, Возвращайся в города, где зирень в цвету, Где под вечер ходит с мерзкий синем луке. Расскажи, как ты утратил свою мечту, Свой о том, во что поверил там вдалеке. Так отпустив табу гнидово коня, В небе месяц молодой от поля горчи, А он глядит куда-то мимо меня, Наливает по одной и опять молчит. Наливает по одной и опять молчит. Наливает по одной и опять молчит. Браво! Это я озвучиваю то, что тут написано. Браво! Браво! Все хлопают. Тудороба! Хаверим Исраелим. Илона с нами, Носковы с нами. Чудесно, душевно. Тюльпанских шлют. И огоньки взяли. Придется только налить, но и коня отпустить. Не только налить, но и коня. Макса талантище. С конем надо поаккуратнее, ребята. а ты поменка мимо меня макс я прямо на тебя вот вот у меня видишь вот мой честный открытый взгляд гляжу прямо в душу блин тебя заглядываю вот так и сашенька будь мо сашенька да и койгеров с нами пишет а сашка привет миша голдовский привет тебе тоже шаром их эхо так руби седа да а вот что я вам скажу у меня есть один товарищ который совсем даже не музыкант но он иногда пишет совершенно замечательные песни и одну его песню я часто пою на концертах это душещипательный романс который называется когда у серёги срывает резьбу вот написал мой товарищ который всю жизнь занимается автомобилями он их чинит ремонтирует вот зовут его александр генслер я ручку брала с бумажкой когда у серёги срывает резьбу как без тормозов до погорной дороги до погорной дороги я не пожелал бы лихому врагу быть там где срывает резьбу у серёги когда у серёги срывает резьбу когда у серёги срывает резьбу ну вот наживил и похоже пошло по резьбе Умелым рукам повсеместно открыта дорога И надо же было глумиться злодей к судьбе И вот искуситель, а склабость стоит у порога Когда напряжение на слабенький крайний виток Неловко рожал, да и надо-то было немного И мутного зелья один лишь глоток И рвется металл, и резьбу обрывает Серега А вот эти Все нормально Разбитые сёкла Мне кажется, вы мне скажете, полный, так не бывает Что-то прыгает у нас эфир, да? Сейчас нормально Сейчас идёт? А я возражу Полюбуйтесь хотя бы разок На то, как резьбу у Серёги срывает Когда у Серёги срывает резьбу Когда у Серёги срывает резьбу Спрашивают, почему я не за столом? Потому что... Потому что это мужской... Как это? Разговор Тататэнский Не-не-не-не-не-не Может, картошечку разогреть? Разогреть Оператору налейся, он работает, не встаёт Не волнуйтесь за оператора За Сашеньку За Сашеньку, конечно Что там работает? Наливай, да пей В полном эфире О! Братцы, это происки коронавируса Коронавирус решил у нас завершить наш прямой эфир Но не то, что было Мы остановились на песне «Рождество» Если он будет опять завершать эфир Я его буду включать Снова Снова Да, сейчас я это приклею Там люди хотят присоединить Не будем? Да, сейчас я это приклею Декабрьском небе летит звезда Юный и голубый месяц Выгибает тугую бронь Снова космавые старцы спешат туда Другая картина. Другая картина. За три тысячи верст, да за семь минут наш пацан все такой же, орел и герой в полугодии тройки, одна на одной, а по пению бед он еще и поет. Ну в кого он такой, Рождество? Это время надежды, любви, торжество намело. Говорят, будет снежным январь, приезжай к нам на Рождество. Та-да-да-да-да-да-да-да... Слепит уставшие окна мои, Метель кружится снежный порог. Так и нас закрутила жизнь, Смотрит холодных врагов на меня. Пусти, словно смеется с тела, Хоть вообще в нее не ложись без тебя. Все не так, все пустое, все зря, Будто держат меня на земле якоря. Привези мне весну, посреди Рождества, Посреди декабря. Рождество — это время надежды, любви, Торжество намело. Говорят, будет снежный январь, Приезжай к нам на Рождество. У тебя просто прямой эфир идет, твой, поэтому картинка другая. Вот видишь, я завершаю прямой эфир, заверши прямой эфир, смотри. Оп, 22 зрителя у тебя было, Ашинка. Ба-бах. У меня здесь? Да. Ты подсоединилась к прямому эфиру, к моему. А вот так, вот, это мой прямой эфир. А, хорошо, я ничего не могу. Мы это заодно учимся. Дожди, подожди. Ну так подними. Сейчас. А сейчас идет тут отсюда все правильно, да? Все правильно идет. Вот, ну что, почитаю, что вы мне тут пишете. Браво, браво, Александра, Саша, очень ценят твою работу операции. У меня скотчем там все. Да, там у нас все скотчем. Приклеим. Идем обратно на 600+. Идем, идем. Идем, идем. Если вы письмо написать, я мог. Ну, это фортепианная песня, ребята. Ну вот. Спасибо огромное за прекрасный вечер. На здоровье. Спойте песню про Петрова. Анатолий Петров. Как в Питере обстановка? Выпьем? Как же хочется соседнее кресло? Так мы будем считать, что вы и как в соседнем кресле. В Питере обстановка? Ну что вам сказать про питерскую обстановку? Да вроде спокойно. Мы сидим дома. Мы сидим дома за городом. У нас тут даже можно иногда выйти за забор, не прогуляться с собачкой, что мы, собственно говоря, сегодня и сделали. Вообще, слушайте, ну, приходится себя развлекать. Помимо работы, я стараюсь работать, я всегда там песни, стараюсь писать, что-то еще делать. Я читаю в Фейсбуке, каждый день выкладываю частичку книжки своей, я облинулся посмотреть. Читаю ее в Фейсбуке сам. И для того, чтобы себя занять, ну, и, может быть, кому-то будет интересно, а не у всех же она есть. Вот. Занимаюсь музыкой с сыном. Еще мы придумываем каждый день какие-то щеборщи обеды, потому что, ну, тоже чего-то надо как-то разнообразить. Стол. Вот сегодня купили баранину, завтра будем плов делать. Так что, как-то себя развлекаем. У меня, кстати, на аккаунте, в Инстаграме, большое количество рекомендаций по поводу телевизионных всяких сериалов, которые я бы вам советовал посмотреть. А я плохого не посоветую. Так что, вот, тут все время... Сын тоже шпилит. Надеюсь, что нет. Шпилят, знаете ли, в казино. И даже не в казино, а в этих... В плацкартных вагонах вот сидят и замасленными, замасленными такими картишками шпилят. А сын мой, если уже переводить слово «играет» на жаргон музыкальный, лобает. Вот, а не шпилит. Да, лобает тоже. Да, бас-гитарь. Максим, привет. Сохраните эфир. Все пропустил, но очень хочется посмотреть весь. Прошу прощения. Прощаю. Как сохранить, понимаешь? Да, да, да. Знаю. Ну, ладно, нальем. Ну, второй тост моей молодости звучал всегда одинаково. За битлов, которые, да, которые обеспечили всех нас работой. Я теперь задеру картошку. Угу. До которого часа пьем? Ну, знаете, я вам... Уже почти час. Примерно половину успел. Годится? Угу. Уже часок мы с вами сидим. Ты как? Ну, посидим еще. Немножко. Вы сами-то не устали, нет? Друзья. Ну, хотя, вам домой идти не надо. Так что... Да, да, да. В крайнем случае, вы просто отключитесь и все. Так, ладно. Мой товарищ Саша Кутин написал стихотворение, которое называется «Ход». «Ход». И я... Слышали, да? Вот. И такая вот песня получилась. Но это из новых, совсем из последних. Слышали. 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 Один мужчина хотел быть готовым гулять июньской ночью по крыше. И спать на кресле, свернувшись клубком, чтоб снились птицы и вкусные мыши. Он иногда залезал на чердак, весенней ночью, прохладной безлунной. И все считали, что он дурак, и полагали, что он безумный. Но был мужчина не так уж и прост, там, где пожарная часть и аптека. Ходил он часто, жалел, что хвост в комплект не входит у человека. Он не жалел о лихой судьбе и не пенял на печаль, ни пруху. Мечтал, чтоб взял его кто-то к себе, чесал живот, бока и за ухом. А он в ответ отвечал бы добро, ловил бы шею, урчал бы в кровати. Мужчину пости свезли в дурдом и поселили его в палате. Он не в обиде судьбе на зло, с фасадом в желтый дом двухэтажный. Коту и надо-то лишь тепло. Дурдом летом, коту не важно. Па-па-па-па-па-па-па ПЕСНЯ